Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего с вами разговора – книга «Второзаконие», и мы постепенно заканчиваем чтение этого древнего интересного памятника, связанного с историей народа Божьего Израиля, Ветхого и Нового в том числе. Тема нашего сегодняшнего разговора – глава 30, она почти завершающая, заканчивается очередная крупная речь Моисея, потом будет песня Моисея, прощальная, завершающая, содержащая в себе основные какие-то моменты, связанные с событиями исхода, потом будет описание кончины Моисея, и все, книга «Второзаконие» подошла к концу. А сегодня глава 30, она завершает такую очень красочную, очень колоритную, очень такую, даже шокирующую часть выступлений речей Моисея под названием «Благословение и проклятие». И в этом фрагменте книги «Второзаконие» Моисей излагает еще раз, в очередной раз, как настоящий учитель «Второзаконие», второй раз закон излагается, Моисей еще раз рассказывает своему народу, как мудро, как здраво, как даже выгодно жить по Божьим правилам, и как безрассудно, как самоубийственно, как глупо, как по-идиотски эти правила нарушать. В этом отношении благословением является венец, исход пути правильного, пути Божьего, и проклятие, либо кончина, разруха, рассеяние, изгнание, плен является венцом пути неправильного, состоящего в том, что заповеди Божьи нарушаются и находятся в забвении. Итак, читаем главу 30, комментируем и поясняем неясные моменты. «Когда сбудется все это, и благословение, и проклятие, которое я предложил вам, и вы, живя меж тех народов, среди которых рассеет вас Господь, ваш Бог, отдумаетесь?» И вот возникает такой нюанс неожиданный, мы про него раньше не догадывались, что он возможен. Дело в том, что идя по пути проклятия, идя изо дня в день, изо года в год, и дойдя до точки, что называется, оказавшейся в состоянии ситуации рассеяния, можно, понимаете, один раз этому народу, этим евреям, этим иудеям, отдуматься. Так вот, вы однажды отдумаетесь, возможно, хотя почти все уже будет кончено. Вы лечитесь всего того, что Бог вам дает, и храма, и града, и страны, и своей территории, и тех самых сладких берегов, где течет молоко и мед, как написано об этом в книге Второзакония. Как будто бы история вспять повернулась, и вы опять оказались, о, евреи, в плену, но не египетском, а в другом месте, в плену вавилонском. Так вот, вы, возможно, находясь там, а, может быть, в другие времена, находясь в пространстве, не знаю, там, Ирака, современного Ирана, Польши, Америки, Европы, те, кто выжил в пучину, в пучине этих волнений, уничтожения еврейства, которое было в 20 веке, вот вы одумаетесь, то все может обратиться вспять. Что же будет дальше после того, как вы одумаетесь? И вернетесь к Господу, вашему Богу, и станете вместе с детьми своими, слушаться Его всем сердцем и всей душой, исполняя все то, что я возвещаю вам ныне. Описывается в стихе втором понятие, знакомое каждому верующему человеку, понятие покаяния. Глагол, вот, описывающий это действие, глагол шуф, возвращаться, поворачиваться обратно. Так вот, вы обратно повернетесь к Богу, вашему, к Господу, и будете служить всем сердцем, всей душою, исполняя все, все Божьи заповеди. Очень важно, но в этом покаянии есть такой момент, как какая-то солидарность, общий какой-то национальный масштаб. Все семьи, все роды, весь народ покаяться и обратиться. И вот тогда Господь помилует, Господь, ваш Бог, вернет вам прежнее благоденствие. Он помилует вас и вновь соберет вас, уведя вас от народов, среди которых Он вас рассеял. Даже вот до этой точки, до ситуации какого-то распада, ангеляции, рассеяния, у вас есть шанс, и шанс сильный, шанс хороший вернуться обратно. Даже если вы будете рассеяны до края небес, и оттуда соберет вас Господь, ваш Бог, и оттуда Он вернет вас. Вот это очень важный такой мотив, он присутствует даже в Новом Завете. Идея того, что в последние дни, когда Бог вмешается в историю, Он соберет своих вместе. Вот его народ, верные его овечки, верная часть его стада, она как будто бы вместе с силой Бога, инициативой Бога будет возвращена обратно. То есть Бог соберет вас. Где соберет? А вот там, где не больше, не меньше, в Иерусалиме, вокруг горы Сион, Цион, вот там будет собрание всех верных. И на самом деле, когда Господь Иисус Христос рассуждает перед своими страстями о том, что Он мечтал бы собрать всех под свои крылья, всех верующих, всех иудеев, то Он рассуждает именно в этом ключе. «Господь ваш Бог приведет вас в страну, которой владели отцы ваши, и вы снова овладеете ею. Он сотворит вам еще больше добра, чем отцам вашим, и сделает вас еще более многочисленными, чем они». Ну вот, вековечная мечта народа еврейского, которые были охвачены евреи в столетие своего существования, вернуться обратно, вернуться на свою землю и оказаться уже не народом рассеяния, не народом диаспоры, а народом, обладающим своей землей, своим государством. «Господь ваш Бог сделает обрезанными ваши сердца и сердца ваших потомков, чтобы вы любили Господа вашего Бога всем сердцем и всей душой и остались живы». Это уже новозаветная, друзья, тема. Новозаветная тема, которая выражена очень ярко, очень рельефно в новозаветном месседже, повествовании о том, что обряды хорошо, ритуалы хорошо, обрезание тоже хорошо, суббота хорошо, но как обстоит дело с вашим сердцем? Является ли оно, это сердце, и субботствующим, и обрезанным, и соблюдающим Божьи заповеди, или это все внешнее, или какое-то это фарисейство, какая-то показуха, какое-то лицемерие, так вот, пророки Ветхого и Нового Завета мечтают о том, чтобы однажды само сердце верного Богу человека, верующего в Бога человека, было бы обрезанным, то есть как будто бы отношение неопрощенности к Богу, соблюдение его заповедей пронизывало всего человека до конца. Все проклятия Господа, которые были упомянуты, ваш Бог пошлет на ваших врагов и недругов, на тех, кто вас преследовал. Тоже очень популярная тема, даже в псалмах и у пророков такая тема, что да, Господь вас будет наказывать, и Господь вас будет учить, но в конечном итоге это наказание, это вразумление падет на головы тех, кто вас мучил. Да, сирийцы, повелоняне, персы, греки, римляне и прочие народы, не будем называть их, тыкать на них пальцами, там, где были погромы, там, где были гонения, там будет однажды гнев Божий на эти народы. Вы же снова будете слушаться Господа, исполнять все его повеления, которые я возвещаю вам ныне. Господь, ваш Бог, даст вам все, и успех в делах, и потомство, и приплод скота, и урожай на поле, всякое благо. Господь снова будет радоваться, творя вам добро, как радовался Он об отцах ваших. Но вот тут очень такая сильная мысль, оказывается, Господь может не только гневаться, как мы находим часто, примеров этих немало, и во Второзаконии, и во всем Ветхом Завете, Бог еще может радоваться. Так вот, то, что люди к Нему вернулись, повернулись, обратились, и живут, исполняя Его митцвод, Его заповеди, все это вызывает у Бога радость. И вот, и радость Бога выражается в том, что, видите, написано, у вас будет успех в ваших делах, вот, успех в делах, потомство, приплод скота, урожай на поле, и вообще не всякое благо, то, что не вошло в этот перечень. Ну, друзья, конечно же, хочется нам, христианам, упрекнуть, в приземленности все эти чаяния, ожидания, хочется спросить, а чего тут духовного, да, а что, что этим, что ли, измеряется процветание человека, его успех, разве этим только лишь, да? Но вот, правда состоит в том, дорогие друзья, что этим оно измеряется тоже, и святость, и благоденствие, и наша угодность Богу, вот этим тоже измеряется. Человек, который живет правильно, он имеет успех в своей жизни, да, и успех в будущей жизни, мы называем это все обожение по-разному, начинается уже здесь, уже начинается с хозяйства, с семьи, с его деловых разных там начинаний, с его работы и так далее. «Ибо вы будете слушаться Господа вашего Бога и исполнять его повеления и предписания, записанные в этом свитке, в законе, и обратитесь к Господу вашему Богу всем сердцем и всей душой». Ну вот, заканчиваем этот сюжет, такой целостный элемент в этой главе, и главная тут, какая мысль такая, что можно обратиться, даже когда будет над вами свершиться Божий приговор и Божье наказание, можно вернуться, есть путь обратно, обратно к Богу. И потом начинается в нашей главе, которую мы сегодня читаем, главе 30-й, начинается очень такой сильный момент, и часто, допустим, в нашем соборе есть катокизация, оглашение, и мы зачитываем эти стихи, потому что они очень такие красочные, такие емкие, такие, ну, излагают очень важную истину, очень просто. Какая же истина? Излагается то, что библейское учение, каким бы оно ни было сложным, возвышенным, многоплановым, разносодержательным, требующим, поистину, годы и годы, десятилетия трудов, изучения всего этого. Это правда всё. Но при всём при этом это учение является абсолютно простым, и доходчивым, и понятным для каждого человека, и ребёнка, и бабушки, и дедушки. Вот всё самое важное, оно доступно для схватывания каждому человеку. И вот изложение простоты этого учения, этим изложением заканчивается вот наша сегодняшняя глава. Итак, повеления, которые я возвещаю вам ныне, вот повеления эти, они не выше вашего разумения, и не слишком далеки от вас. То есть вот наше разумение, и вот на этом уровне, в этом же масштабе находится и заповедь Божья. Она доступна для разумения. Она далека от вас, да, конечно же, она от Бога, и она возвышенная, требует усилия, но не слишком. Не такая далёкая, что она постоянно унижает вас, как будто бы подавляет вас дистанцией, непродолимой между вами и между этой заповедью. Нет, 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 она близка. Да, ну как вот, допустим, какой-то хороший стандарт или норматив, когда мы занимаемся спортом. Ну, тяжело, но посильно. Да, если будешь заниматься какое-то время, ты сможешь этот норматив сдать, ты можешь какое-то количество раз, не знаю, отжаться, подтянуться, пробежать, другие упражнения сделать. Короче, эта заповедь, она для вас доступна, и она понятна. И момент разумения, рационализма, рациональности является тоже очень таким важным моментом вот в этом одиннадцатом стихе. Бог говорит человекам на каком-то таком тёмном языке, языке мистики какой-то, где всё перепутанное. Бог говорит человекам на языке, понятном нам, языке логичном, разумном. И заповедь Божия тоже разумна и логична. Они, читаем дальше эти заповеди, не на небе, не на небе, да. И вы не можете сказать, кто взойдёт ради нас на небо и принесёт их, и передаст их вам, их нам, чтобы мы их исполняли. Ну, вот так можно сказать. И такие были в древности религии, очень такие возвышенные, которые, получается, были практикуемы, могли практиковаться лишь жителями небес. Вот те, кто на небесах, достигли какого-то апофеоза, обожения, или были как-то выснестены, либо покойники, умершие люди. Вот они-то и могут практиковать, им-то всё это и известно. А не более и не более того. Да, но нет. Потому что Бог сам эти заповеди взял с неба и опустил на ваш уровень. Бог за вас эту работу проделал. Поэтому необходимость увлекаться какими-то сверхсложными, философскими, мистическими учениями, практиками, чтобы достичь чего-то существенного, нет такой необходимости. Закон Божий прост и доступен для своего схватывания и практикования. Они не за морем, эти заповеди. И вы не можете сказать, кто отправится ради нас, за море принесёт их и передаст их нам, чтобы мы их исполняли. Нет такого человека. И он и не нужен. Потому что не нужно никуда странствовать, путешествовать, отправляться в Тибет, на Гималайя, карабкаться. Нет такой необходимости. Эти заповеди помещены Богом в нашей жизни. Около нас находятся они. И поэтому до них дотянуться очень просто. Взял книжку с полки под названием Библия, читаешь, и ты уже до них натянулся, то своё путешествие получается уже совершил духовное путешествие. Очень близки к тебе эти повеления. Они на устах твоих и в сердце твоём, и вам по силам исполнять их. Ну вот, видите, эти заповеди человеческие, они человечны, потому что и Бог сам человечен, потому что мы сделаны по образу Божьему. И в этом отношении есть пространство какое-то общее между нами и Богом, и вот Божьи заповеди являются понятными и исполнимыми в жизни каждого из нас. И это есть, друзья, такое здравое, здоровое вообще зерно ветхозаветного благочестия. Вот. К сожалению, очень часто в наше время верующие православные лишены этой здравости и лишены этого какого-то такого адекватного понимания, чего от них хочет Бог. И поэтому люди путаются, впадают в ситуации стресса, депрессии, потому что возникает ощущение, что Бог от них требует чего-то сверхсложного, чего не могут сделать. Это выше их. Но Бог этого не требует. Бог требует посильного. Это посильно изложено в Библии. Вот я предлагаю вам ныне жизнь и благо или же смерть и горе. Вот тоже очень сильное место. Бог предлагает сейчас жизнь и благо, смерть и горе. Два варианта. Ибо ныне я повелеваю вам любить Господа вашего Бога, ходить путями Его, исполнять Его повеления, предписания и законы. Вот. Очень новозаветный видите стих, новозаветный стих 16 главы 30 книги Второзакония. Бог повелевает любить Господа. Вот. А мы часто читаем в разных популярных сочинениях, что, дескать, Ветхий Завет учит лишь Богу, не знаю, служить, повиноваться, смиряться. Но нет. Идея понимать Бога либо любить Бога, это есть общебиблейское представление. Любить Бога есть норма для человека культуры Израиля. Но с другой стороны эта любовь выражается в исполнении повелений, предписаний и законов. Тогда вы будете живы и многочисленны, и Господь ваш Бог благословит вас в той стране, в которую вы идете и которой вы овладеете. И вот итогом этой любви является исполнение заповедей, и за это все Бог благословляет землей и на земле, которую он дает своему народу. «Если же вы отвернетесь от него, не будете его слушаться, собьетесь с пути и станете поклоняться и служить другим богам, тогда, говорю вам это ныне, вы непременно погибнете. Тогда недолго будете вы жить в той стране за Иорданом, в которую вы идете и которой овладеете. Я призываю ныне в свидетели неба и землю, жизнь и смерть предложил я вам благословение и проклятие. Выберите жизни, и тогда вы и потомки ваши будете живы». Вот выбор, рациональный свободный выбор. Мы не какие-то заложники, какие-то рабы, мы не какие-то изначально скукоженные, изродованные люди, у нас есть ясное зрение, у нас есть возможность сделать правильный выбор и Бог предлагает этот выбор сделать. Хочешь идти путем одним, иди, хочешь идти путем другим, иди, пожалуйста, ты свободный человек, я, Бог, тебя сделал свободным человеком. Библийская религия, это религия, это дело свободного человека, делающего свой осознанный, мотивированный выбор. «И будете любить Господа вашего, Бога, и слушаться Его, и будете Ему верны, в Нем ваша жизнь, долгая жизнь в той стране, которую Он поклялся отдать вашим прародителям, Аврааму, Исааку и Якову». Бог помнит свои обещания, Бог верен своим однажды данным клятвам, и Он обещал неоднократно Аврааму, Исааку и Якову, что эта земля будет владением вашего потомства, и Он эту клятву исполняет, Он ее исполнил до сегодняшнего дня, пытается быть ей верен. В этой главе мы, друзья, встретились с рядом очень важных таких вот очень программных суждений, тезисов. Каких, например? Ну, вот первое, что можно всегда сделать такое движение под названием шуф вернуться, покаяться, раскаяться, и даже из долины проклятия, из ущелья смерти можно выкарабкаться, призывая имя Божье. Вторая мысль очень важная, мы делаем выбор, и выбор, который предлагает Бог, он-то как раз и прост, он-то как раз исполним, он-то и здрав, он-то в себе таит и счастье, и наслаждение, и богатство, и выберет этот путь. Но, с другой стороны, люди, увы, нечасто выбирают идти этим маршрутом. И третья очень важная мысль, которая в этой главе обнаруживается, идея любви, и Бог ожидает того, чтобы мы его любили. Дорогие друзья, глава 30 книги Второзакония, мы ее прочитали, мы ее истолковали, портал экзокет.ру партнер в наших начинаниях, спасибо ему за это, всего хорошего, с Богом, не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok